История произошла 40 лет назад. Солдаты освобождаются из армии, возвращаются домой, и перед Шаббатом они с мамой идут на рынок Махане и Уда, чтобы в Русалиме купить еды. Они были очень небогатой семьей, сэс детей, жители бедного района Нахлаут. Они начинают искать дешевые товары, чтобы с той минимальной суммой, которая у них есть, купить как можно больше еды. Они увидели оптовый магазин, зашли, и они понимают, что такое количество товаров они не осилят, поэтому решают взять всего понемножку. Придя на кассу, хозяин магазина только увидел их и начал орать. Что вы тут делаете? Это оптовый магазин? Вы что, не видели вывеску? Верните на места все, что вы взяли, и пошли вон отсюда. Сын разозлился. Он пытался защитить маму, но хозяин был настроен решить. Именно они вышли. И на этом история могла закончиться. Но именно в этот момент наш солдат решил, что откроет на этом же рынке свой маленький магазин для таких же семей, как они, на улице Шикма, где будет продавать продукты в розницу полктовой цене. Вначале он почти не зарабатывал. Телек хватало покрытия расхода и немного на жизнь. Но магазинчик стал востребованным. Вскоре он открыл еще и еще, и сегодня в Израиле этого солдата знает даже ребенок. Его имя Рамилеви. Сегодня он хозяин империи, богатейший человек Израиля. И все почему? Потому что он сумел посмотреть на испытания, как на отправную точку к росту. Этот мир не джунгли. Без желания Всевышнего даже листик не упадет с дерева. Все, что происходит в твоей жизни, запланировано с мудростью, с желанием показать, какие на самом деле силы в тебе скрыты. Не забывай об этом.